Девчонки, всем огромный привет! Наконец-таки видосики, видосики пошли. В этом видео я хочу рассказать о том, как я сходила первый раз в своей жизни в салон и сделала себе, можно так сказать, полное окрашивание и изменение цвета волос. Я выбирала между двух студий, точнее одну студию выбрала я, в которую я не смогла попасть. Первый салон это был студия 33, я его нашла по отзывам в интернете, мне его никто не советовал, но я туда не попала, потому что запись там была аж на август, а мне нужно было в ближайшее время попасть в салон. И второй салон это капсула Би Осипов, которую мне посоветовали девчонки, которые уже там были. В принципе, как бы доверие есть, раз уж ходили, все-таки все было хорошо. Ладно, не будем сразу усугублять ситуацию, так что погнали. Вот эта черная штука будет на моих волосах до того момента, как я начну рассказывать про то, как мне начали сушить волосы. Ну, начнем с самого главного, то, какие волосы у меня были до похода в салон. Вот, в принципе, мои три фотографии в разном ракурсе. Мои отросшие корни светлые и больше половины длины темные волосы покрашенные. Сразу говорю, я от окрашивания не ожидала какого-то вау-эффекта, потому что я понимала, что мои кончики все-таки, они капец какие темные, практически черные. И их трудно будет осветлить с одного раза так, чтобы не повредить волосы. Ну и еду я, короче, такая на радостях. Все, наступил день икс, так скажем. Еду в салон, прихожу такая. Сначала я заблудилась, потому что Яндекс.Карты меня направили не в ту сторону, и я опоздала на процедуру на 10 минут. Хожу в салон, говорю, здрасте, меня зовут Ангелина, я к вам записывалась на 13.00. Вот, мне говорят, присаживайтесь, ждите мастера. Не прошло и полминуты, мастер сразу же подошел, и, в принципе, это максимальный плюс. То есть я опоздала минут на 8-10. Мастер спокойно отреагировал, мы пошли выполнять процедуру. Единственный минус, он меня назвал Анной, но ладно, типа, всякое бывает. Может, у него в списке ожиданий много людей на тот день было в расписании, так что упустим. Сажусь я такая в кресло, и он меня спрашивает, ну что, что будем делать? Я такая немножко напряглась. Микро-звоночек для меня случился тогда, и микро-инсультик, потому что я думала, что он мне сейчас вообще откажет из-за того, что я прям захотела вот такое, как на фото. Я ему показала вот эти 4 фотографии, и он мне сказал, что прям такой яркий цвет не получится. Я сразу сказала, что да, я понимаю, но меня вынесло то, что девушка, с которой я общалась в сообщениях, она мне написала, это ВКонтакте, по-моему, было, типа, скиньте ваши желания, и мы вам подберем мастера. Ну, типа, я скинула то, что я хочу, одну из этих фотографий, и скинула то, какие волосы у меня на данный момент. Типа, да, окей, без проблем, и все. Я думала, эту информацию передали мастеру, но так как я смотрю много треш-обзоров на салоны, как показывает практика, от администратора до мастера мало чего доходит, поэтому тоже, типа, окей, ладно, допустим. Что было дальше? Процедура началась. Мне начали осветлять волосы, я даже записывала пару моментов чисто для себя, для интереса. Я вообще ожидала там прям блондинку, но, естественно, у меня блондинка не получилась, было немножко среженой, ну, ладно. После меня проводили по типу мойки, помыли голову, то ли смыли вот этот раствор, меня осветляли четверкой. Не знаю, насколько это хорошо, но так как рассказывал мастер, четверка на мой цвет волос это более-менее безопасное осветление, чем бы брали намного больше процента и повредили бы волосы, они стали бы сухими. Типа, окей, спасибо большое за разъяснение, это очень круто, я это поняла. И я почему-то боялась спрашивать что-то касаемо именно продуктов, которые будут использоваться. Единственное, что я заметила, расчески передо мной не обработались, вот, и на столике перед зеркалом было очень много чьих-то волос, видимо, кого-то до меня стригли, это было неприятненько. Погнали дальше. Мне помыли волосы, я снова села в кресло и началось само окрашивание. В этот момент меня спрашивают, мол, нужна ли будет стрижка. Я говорю, да, хотелось, эта стрижка входит в то, что я купила, там какой-то комплекс был. Я сказала, да, но совсем чуть-чуть, в плане у меня волосы ровные, и я просто попросила сделать, убрать, как это называется, густоту на кончиках, филировочку сделать. Вот это я попросила. Он такой, да, окей, без проблем, это уже входит в стоимость, типа, все good. Я говорю, окей, мастер начинает меня красить. У этого мастера еще была помощница, поэтому, можно так сказать, меня красили в четыре руки. Начинает меня красить, я спрашиваю про корни, мол, мы будем корни красить? И мастер говорит, типа, зачем? Если вы в следующий раз придете, вас будет легче осветлить, и у вас будет и так все красиво, потому что ваши корни темные. Я так про себя думаю, блин, ну они светлые, и мне не нравится. Здесь я уже расстроилась. В краске я уже сидела расстроена, я не помню, записывала этот момент или нет, но там прям была грусть, печаль, потому что я уже понимала, какого пи***ца мне ждать, других слов вообще не подобрать. Прошу прощения за мои ругательства в кадре. Всеми путями мастер меня успокоил, я такая думаю, ну блин, это же мастер, это же все-таки колорист, специалист, он лучше знает, чем я, и, видимо, это реально будет красиво смотреться, и он все сделает мне прям... Настал момент смывки краски. Тут я немножко прям вправду скажу, что меня поразило то, когда мне смывали краску, меня не помыли волосы шампунем, но то, как я уже спрашивала других, тоже красился в цветные цвета, цветной цвет волос, цветной цвет... Забыли. Они сказали, что так и должно быть, мол, холодная вода без шампуня, это так и надо. Настал момент... Фена... Тут я понимаю, что все. Девчонки, это все. Прям... До свидания. Я не стала ничего говорить про корни, я не смотрела на себя в зеркало, когда они меня расчесывали, уже досушивали волосы тоже в четыре руки, я понимала, что это прям трындец, и мне не нравится. Следующий пиздец, который происходил, сразу скажу, мне не нравятся кудрявые волосы, мне не нравятся локоны, у меня бывает там раз в году заскок, когда я сама себя завью, и то это очень-очень-очень редко при помощи носков. А тут мастер берет утюжок, я думаю, ну ладно, хотя бы стрижечку сделаем, профилируем, обновим, так скажем. Я не смотрю так же на себя в зеркало, я чувствую просто натяжение, думаю, мастер выпрямляет мне волосы. И уже на левом виске, то есть сделан затылок, сделан правый, я понимаю, что что-то вот тут вот, ну не прямое. Я так смотрю в зеркало, а у меня кудри, короче. Я думаю, что вообще происходит? Почему меня не спросили, надо мне это или нет? Я нихрена не поняла, почему мне нихрена не подстригли. Я нихрена не поняла, почему у меня корни светлые, а говорят, что это красиво. Я нихрена не поняла, нахрена меня завили. Просто, почему просто не спросить, надо мне это или нет? Меня бомбит То, как я приехала домой Я сделала сразу фотографии Пока не стемнело на улице Чтобы вы понимали, как мои волосы выглядели После посещения салона Капсула биосипов У меня нет слов Честно, может это так должно быть Но, ребят, серьезно Я прям извинюсь перед мастером Если это действительно так и должно быть То есть никакой тонировки на коронях Он мне не сделал Еще раз приглядитесь просто в эту фотографию И посмотрите на корни Ну, я считаю, это ненормально Типа, я не это просила На следующий день мне нужно было идти на работу Я, естественно, пошла с такой башкой на работу В хвостике это не так заметно, но заметно И в этот же день За три минуты до закрытия улыбки радуги Я покупаю рандомную краску Потому что в салон другой я уже записаться просто не успеваю У меня нет времени Я покупаю набор кисточек и в ванночку Или что это, мисочка для смешивания краски И в этот же день Ночью я крашу свои корни Все, теперь я могу это снять Итак, девчонки, я сейчас вот такая Я согласна, что линия прикорневая Именно на лбу и зоне висков Если я правильно это все говорю Она слишком видна Потому что нужно еще раз помыть голову Или типа челку вот эту помыть Чтобы от кожи красную краску убрать Но, по крайней мере, это лучше, чем было Я, ну просто, пожалуйста, найдитесь люди, которые со мной согласятся Просто пожалуйста Либо я настолько В покраске волос Что это просто мне позор За то, что я записываю вообще видео В своем первом походе В салон Красоты именно на волосы Ладно, короче, вы видите результат Я покажу фотографии, как это выглядит при дневном свете Я тоже сфотографировала, как выглядят мои корни После того, как я их докрасила Как бы сделала растяжку, как могла Если вы думаете, что я оставлю так Нет, я не оставлю так Потому что мне тоже этот вариант не нравится То есть я не хотела такого итогового результата И где-то в середине сентября, в конце Я пойду в тот салон, который я хотела Я надеюсь, в нем не разочарую Ну, собственно, как-то так Вот и моя история О моем первом походе в салон красоты Если честно, я бы послушала вашу историю О вашем первом походе в салон красоты Тем более, если вас окрашивали в какой-то яркий цвет Всем пока-пока И до следующих видео А я пошла дальше собираться Потому что нам скоро уезжать Пока!